Андрей Викторович, по Чернышевскому, кто виноват и что делает? В общем, с Химиком, который мы там месяц назад проигрывали, два месяца назад проигрывали 2-0, сейчас уже выиграем 2-1 и очень здорово прибавили и Николаев, и Петров, и Кураев, и Чурин, но на фоне шинника вы увидели, что пока нам есть куда двигаться вперед, но и второй момент, мы не снимаем себя до страницского штаба. В футболе есть такое понятие сбалансированность, когда команда устаканилась, да, и между действиями в атаке, действиями в обороне есть определенный баланс, и те 11 человек, которые у нас играли, к сожалению, вы видите, что каждый выпадающий игрок, особенно из оборонительной группы, он у нас пока не восполняет. В той игре не было Макса жестокого с Тюменью, вышел Дима Кураев, неплохо сыграл, неплохо, но это позволило Тюмени 2 забить. В этой игре не было Джалилова, который за вот эти 4 месяца с половиной стал одним из лидеров, входит в десятку по отборам игроков в лиге. И его сегодня не было на поле, и вы видели, что из 5 мячей 3 пришло именно оттуда, несмотря на то, что там Дима Маляк очень старался на своем месте сыграть как нужно. Ну а самый главный момент, это в игре с таким организованным соперником, если не забиваешь, то забьют тебе. Мы не забили свои моменты, которые были там в первом тайне, я не знаю, как не забил Кухарчук, как не забил Козлов в очередной раз, там во втором начале. Сам Один нам показал, как нужно использовать свои моменты. Дмитрий Валерьевич, такой вопрос. Пару дней назад Дмитрий Сватковский дал большие тест-конференции, в частности, с такой бурной клуба «Волга». Он, наверное, в курсе про него, что он сказал, что акцент на омоложении, что за 4 года команда будет в премьер-лиге. Вот как, с вашей точки зрения, в психологическом плане воздействовало на игроков, что такие вот суперзадачи, сверхусилия, может, как в этом компоненте они проиграли сегодняшнюю? Ну, дело в том, что мы с Дмитрием Валерьевичем на постоянной связи находимся, для вас, может быть, интервью этого. А я говорил вам еще с самого начала сезона о том, что этот процесс происходит, и вы, наверное, наблюдаете. Я, знаете, о чем сказал? Ну, так получилось, что мы слишком рано подвели итоги первого круга. Мы сделали определенные выводы, да, там посчитали всю работу, которую сделали, там оценили неплохо. Но, мне кажется, это негативно сказалось на наших некоторых игроках и тренерах, и вообще всех. Мы первый круг закончили, и почему-то люди думают, что все, у нас еще и эти игры остались, которые нужно играть так же, как мы играли, когда достигали результаты от ножа. То есть секрет здесь один, нужно выходить, и особенно в таких погодных условиях, в которых сейчас приходится играть, биться, показывать определенную самоотдачу. Ну, и плюс, конечно, все равно дополнять это футболом, потому что мы понимали перед игрой, что соревноваться с двухметровыми центральными защитниками Ярославля в верховой борьбе нет смысла. Но, к сожалению, другого футбола мы не смогли показать, и вот в этом мы будем разбираться в большем, чем в каких-то еще моментах. Волга была на шестом месте, может быть, у кого-то уже что-то стало образовываться, что вот уже достигли чего-то, и поэтому пошел, к сожалению, спад. Или нет, я ошибаюсь. Честно, мы выстраиваем работу так, что мы не смотрим на место в турнире таблицы, потому что я говорил о том, что мы в очень непростой ситуации находились, и слава богу, что сейчас она постепенно нормализуется, и уже хоть другое состояние психологической команды, и мы с надеждой ждем вот этого периода, когда можно будет как следует поработать. Надеемся, что, конечно, усилимся, что будет открыто окно, потому что нам нужна еще пара позиций, которые как раз сегодня проявились, особенно, если мы говорим о балансе именно бронительных действий. И самое главное, что у нас будет время как следует поработать, подтянуть вот ту перспективную поросль, которая у нас есть на уровень первой лиги. Вот о короне, честно вам скажу, поговорите с ребятами, пообщайтесь. В нашем коллективе, я думаю, другое. Нам надо поднимать самооценку, потому что у нас очень жесткие требования ко всем, особенно у тренерского штаба к игрокам.